Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Модернизация социальных объектов. Векторы развития образования и медицины обсудили в Шумерлинском районе. Лаборатория на колесах. В Чебоксарах представили умный комплекс для контроля дорожной инфраструктуры. Адреса благоустройства. В Таутовском сельском поселении Аликовского района умело распоряжаются бюджетными средствами. Векторы развития образования и медицины обсудили в Шумерлинском районе. Школы, детские сады, ФАПы. Реконструкция коснется многих социальных объектов. В Шумерли работают семь школ и два центра дополнительного образования. В течение ближайших пяти лет они будут модернизированы. На эти цели направят около 500 миллионов рублей. Уже известно, на что конкретно они будут потрачены. Проекты прошли экспертизу. Одобрен комплексный ремонт детского сада номер 18, модернизация печеблоков пяти школ и центра образования «Точка роста» в гимназии номер 8. Посмотрели, какие классы открывать, какие лаборатории, что в перспективе планировать. Это то важное и главная задача – это создать для наших ребят в республике возможность развиваться, возможность получать качественное образование, иметь возможность также и кванториумов, биоквантумов, робототехники и так далее. Мы для себя опробировали и проговорили сегодня с директорами и с учителями, как мы это сделаем. В рамках модернизации первичного звена в регионе в течение пяти лет планируется строительство нескольких ФАПов, комплексный ремонт лечебных амбулаторий. Обновится автомобильный парк, будет закуплено новое медицинское оборудование. Что касается работы Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, то главная задача здесь – укомплектование кадрами. Множество мероприятий, направленных сейчас на ликвидацию дефицита этого кадра, так называемая мера социальной поддержки, которая существует на сегодняшний день. С 2021 года количество этих мер возросло непосредственно уже. Далее, значит, проводимы и Министерством здравоохранения, и муниципалитетам, и те же самые ярмарки вакансий по привлечению молодых специалистов, которые должны прийти в нашу отец. Это увеличение целевого приема студентов. Это и выплата студентам во время учебы непосредственно, стипендии дополнительные. Помимо этого, в район по расписанию будут периодически выезжать мультидисциплинарные бригады. Ольга Семенова, Игорь Сверев, Республика. В Чебоксарах появился первый передвижной мобильный комплекс для контроля объектов дорожной инфраструктуры. Проект представил один из крупнейших провайдеров цифровых технологий в стране. Три камеры, сервер обработки данных и комплект для мобильной связи. Вот и все внутреннее оснащение. Но с его помощью комплекс, двигаясь по маршруту, автоматически фиксирует нарушения дорожной инфраструктуры. Получив маршрут, двигаться по нему с определенной скоростью. У меня было три маршрута на этот город. Отследить можно состояние автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров и опор освещения. Эти данные отправляются сразу в единый центр мониторинга. Нажимая на кнопочку, я приближаю. Таким образом мы переходим в зону, когда мы можем приблизиться и посмотреть на отдельное взятое нарушение. У нас основным нарушением является именно нарушение дорожного покрытия, либо стертые дорожные знаки. За всеми показателями можно отслеживать и в личном кабинете заказчика в режиме реального времени. Эта информация содержит дату, время и место фиксации, а также фотоснимок объекта с указанием типа отклонения. Сама машина оснащена GPS-комплексом, чтобы отслеживать ее местонахождение. Специалисты дорожной отрасли считают, что современные технологии позволят существенно экономить ресурсы городских служб на содержание автодорожной инфраструктуры. Можно использовать это оборудование как в городских условиях, так и на региональных и местных дорогах. У нас есть мониторинг, но он осуществляется на сегодняшний день не автоматически, а именно визуально осуществляет кураторы. Достаточно иметь один комплект такого оборудования и заменить несколько человек-кураторов, которые занимаются такой же подобной работой. Пилотный проект уже реализуется в нескольких городах страны. Цифровые технологии активно входят в важнейшие сферы жизни, в том числе в ЖКХ и городскую инфраструктуру. Безусловно, это новый импульс к развитию. Наталья Мальчикова, Бахтий Равелиев, Республика. На первом этапе 49-й сессии депутаты рассмотрели поправки в закон о местном самоуправлении. Муниципальные районы будут преобразованы в муниципальные округа. Кроме того, внесены изменения в закон о выборах депутатов Госсовета Чувашии. Парламентарии обсудили кандидатуры в новый состав Общественной палаты Республики. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые направлены на реализацию дополнительных мер поддержки жителей республики. В частности, местные власти теперь смогут самостоятельно обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на семейной форме обучения двухразовым бесплатным питанием или выплачивать им средства. Они пишут заявление по месту жительства, и, соответственно, этот ребенок полностью берется на бесплатное двухразовое питание в школе. И эти средства закладываются и обеспечиваются районной администрацией. А мы здесь, на уровне республики, предусматриваем эти средства в бюджете Чувашской республики для последующего трансферта муниципалитетом. Таким образом, просто эта помощь, скажем так, эта мера, она приближается к людям. Больше вопросов у депутатов вызвал законопроект о реформе местного самоуправления. Предполагается, что в республике появятся муниципальные округа. Законопроект уточняет полномочия местных властей. Они смогут выявлять собственников учтенных объектов недвижимости, будут иметь полномочия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, создавать муниципальную пожарную охрану. Закладывается норма, которая позволяет местным органам самоуправления выбрать оптимальную форму для работы. Поэтому я конкретно голосовал за то, чтобы была такая возможность у местных жителей самим определить. Есть территории, где действительно необходимо, по сути, делать муниципальные округа. Но я думаю, в большей части, особенно там, где густонаселенная территория, однозначно доставлять сельские поселения и советы депутатов. Потому что местные органы власти начинаются с представительных органов власти. Депутаты фракции «Справедливая Россия» считают, что укрупнение позволит сделать работу депутатов всех уровней более профессиональной. По второму вопросу, я вообще считаю, что это тоже необходимо было сделать. Почему? Потому что вот эта оптимизация, да, именно просто тем самым законопроектом появятся профессиональные депутаты, да, и они будут более, как бы, требовательны, более образованы в законотворчестве. Потому что я сам вот со своими депутатами, по своим депутатам «Справедливая Россия» ездил по городам и вестим, да. Ну честно, вот, желать надо лучшего. Вот, понимаешь, депутаты даже не знают из вот сельского поселения, из-за чего они избрались. Фракция ЛДПР проголосовала против. По мнению парламентариев, депутаты поселения лучше разбираются в местных проблемах. А если произойдет укрупнение округов, то депутаты не смогут защитить интересы своих односельчан. В случае принятия каких-либо решений по землепользованию, в случае принятия каких-то проектов там по инвесторам, как у нас были по китайскому проекту по инвестициям, когда люди, как раз депутаты местного самоуправления поселения, выходили и выступали против. Как ни менее прислушивались, и проекты не были реализованы. В данном же случае, в случае укрупнения, мы опасаемся того, что мнение людей с конкретных территорий, которых будет касаться тот или иной вопрос, будет не настолько громко, не настолько важно, и оно может быть не услышано и проигнорировано органами власти просто потому, что у них уже не хватит голосов. На сессии депутаты внесли изменения в закон о выборах, который меняет схемы избирательных округов и порядок оформления различных документов. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. Увидел грача, весну встречай. Однако птичьи трели жители столицы рады не всегда. Аллею искусств в Новоюжном районе столицы уже давно облюбовали птичьи семейства. Их так много, что они создали ряд неудобств гуляющим там людям. С другой стороны, птицы в городе – это ощущение отдыха за городом. Разные точки зрения в нашем материале. Хлопочат на ветках, шумят прилетевшие птицы. К пейзажам таким все мы с самого детства привыкли. Когда-то Аллея искусств была хорошим местом для прогулок. Там охотно гуляли мамы с колясками, бегали дети, неспешно ходили пожилые пары. Все изменилось, как только там появились птицы. Шум с утра и до вечера, гипсовые фигуры в подтеках. Не говоря уж о жителях, на которых в любой момент может упасть продукт грачьейной жизнедеятельности. Местные жители стали добираться до домов в обход. Птичьи гнезда буквально на каждом дереве. Здесь находится самая большая колония – более 500 пар. Здесь получились довольно удобные условия для их обитания. Во-первых, это деревья, которые были посажены в 70-80-х годах. Они достигли такого оптимального состояния, когда им, грачам, удобно делать гнезда на таких деревьях. Ну и кроме того, в городах постоянный доступ к корму. Специалисты отмечают, что численность птиц семейства врановых в республике не превышает допустимых норм. Но шебоксарцы все же не рады громкому и не всегда удобному соседству с пернатами. Жалобы от жильцов поступают каждую весну. Большая проблема. Они шумят, разносят заразу, лазают по мусорным ящикам. Заменить деревья надо вообще. А здесь вот часть деревьев убрать вообще, новые посадить. Работники ЖКХ периодически убирают часть веток с деревьев в надежде, что грачам это не понравится и не сменит место жительства. Но все остается по-прежнему. У нас здесь была уборка на 110 березах веток. 175 деревьев поставили, ясени поставили на омолаживающую обрезку. Ну и потом периодически по порзимам жителей города и так далее, по возможности мы тоже на этих березах, если что-то там отрастает, тоже убираем веточки. Еще один вариант решения проблемы – ликвидация гнезд. Но экологи против. Птицы поедают насекомых, которые вредят деревьям в городской среде. Огроченный шум скоро исчезнет, уверяют специалисты. Как только у птиц закончится активный период гнездования, к концу июня птенцы окрепнут и покинут родительские гнезда. Пожарное депо, детская площадка и хоккейная коробка. В одном из местных поселений Аликовского района умело распоряжаются бюджетными средствами, создавая при этом комфортную среду. Жители сами решают, что надо сделать в первую очередь и охотно софинансируют проекты благоустройства. Единогласно жители Таутовского сельского поселения одобрили реконструкцию пожарного депо. Важность этого объекта на селе трудно переоценить. В случае тревоги пожарные доезжают до места происшествия за 5-7 минут. В резервуаре всегда есть вода. Используя мотопомпу, можно набрать воду из любого источника. У нас бокс теплый. Даже зимой можем там и ремонтом заниматься, и машина всегда теплая в месте стоит. Мы воду берем, ну, когда на пожарах, берем с помпы, с помпы, с речки, с пруда. В основном у нас машина постоянно на воде стоит. Депо ввели в эксплуатацию в 2017 году, а потом решили, что надо построить детскую площадку. Инициативное бюджетирование ускоряет благоустройство. С территории будущей площадки сельчанам пришлось выкопать и вывезти три машины различного мусора. Сейчас здесь целый день играют дети, идут уроки физкультуры для школьников. На очереди реконструкция хоккейной коробки в местном парке культуры и отдыха. В этом случае воспользоваться другой госпрограммой – поддержки местных инициатив. 70% это Российской Федерации и Республика дают деньги, остальные, получается, решили сделать трудовым участникам граждан. То есть мы демонтируем полностью вот эту старую хоккейную площадку, выравниваем площадку, вырубаем деревья, потому что она у нас расширяется, и делаем монтаж новой хоккейной коробки. Хоккейная коробка у нас стеклопластиковая, мы ее уже закупили. И получается, сейчас как уже полностью там освободится, подсохнет, мы в мае месяце будем монтировать эту хоккейную коробку. Проект обошелся в 1 миллион 400 тысяч рублей. Программа «Инициативное бюджетирование» заинтересовала жителей многих сел и деревень. Когда видны результаты, желающих в ней поучаствовать всегда становится больше. Екатерина Шеверова, Регина Кубайкина, Александр Итеков, Республика. Прийти на помощь не раздумывая. 8 апреля прошлого года в Чиваксарах произошло убийство. Напомним, в одном из дворов пьяный мужчина напал на девушек. За них заступились два друга, один из которых получил ранения, несовместимые с жизнью. Федорова Отемова наградили посмертно, а его другу Андрею Кузьмину, который помог задержать убийцу, сегодня вручили почетную грамоту Чувашской Республики и нагрудный знак замужества. Спасибо, Андрей Петрович, за геройский такой поступок, герой нашего времени. Спасибо. У Андрея Кузьмина семья и трое детей. И о том, чем может закончиться этот конфликт, он понимал. Но его это не остановило. Ведь на кону была жизнь тех, кто не смог бы постоять за себя. Андрей сумел удержать преступника до приезда сотрудников полиции. О чем я мог думать? Об окружающих людях. Если бы я бездействовал, мало ли, они все погибли. Мне было страшно. Он был сильнее меня, но я все равно оказал активное сопротивление. Он нож не отпускал до приезда полиции. Я просто думал, как у меня там друг, который умер буквально на коленях. Это те герои, о которых нужно говорить, отметил глава города, вручая награды. Иначе нельзя построить свою шкалу нравственных ценностей, и диалог о чести и отваге попросту не состоится. Такие герои подают пример младшему поколению. На которых нужно равняться. И вот эти награды, которые вручены, это самое малое, чем мы можем их отблагодарить за их подвиг. Поступок Федора Отемова и Кузьмина Андрея Петровича. У каждого из моих друзей по трое детей. И они в этой ситуации никак не могли выступить иначе, как заступиться за незнакомую им девушку темным вечером в нашем городе. Хорошо, что есть такие люди. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Чуварский государственный ансамбль песни и танца подготовил для жителей республики концертную программу «Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай». Это один из самых интересных жанров. Перевод исторических событий на язык музыки и танца. Передать события тех дней посредством танца и песни задача непростая. Тяжелая физическая работа, холод, отсутствие теплой одежды и еды. Здесь понадобилось все жанровое многообразие, а также анимации и визуальные эффекты. В основу постановки легли реальные исторические факты, письма, документы и воспоминания участников тех событий. Для музыкального оформления были отобраны 10 частушек того времени. Когда выбирали музыку, конечно, прежде всего старались, чтобы эта музыка не только происходила, но и своим характером, напоминала публике именно то время, 30-е годы. Конец 30-х годов, времена Великой Отечественной войны частушки. Началось, как на русском языке. Они, конечно, хлесткие, очень задиристые, очень, может быть, немного даже нелитературные, но мы решили их использовать, чтобы дать характеристику и характер времени. Сам сюжет строится на воспоминаниях трех героиней, когда в невероятно холодную зиму 1941-1942 годов им пришлось, несмотря на суровые условия, копать оборонительные рубежи. У нас получилась не концертная программа, а театрализованное представление, которое идет непрерывно, порядка 45 минут. Программа очень разнообразна и по музыкальному материалу, и по поэтическому. Это все нужно для того, чтобы максимально уплотнить действие, наполнить его мыслью и о любой надежды, чтобы она на выходе дала слезу. Театрализованное представление подготовлено на средства гранта главы Чувашской республики. Премьера состоится 6 мая в ДК «Трактора строителей». Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. В этом году строительная компания «Инком» начала реализацию инвестиционного проекта. Организация взялась за реконструкцию заброшенного чебоксарского хладокомбината. Какие перспективы открываются для региона, узнаете прямо сейчас, а я прощаюсь с вами до завтра. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков во время очередного визита в Чувашу уделил внимание новому инвестиционному проекту строцентра «Инком». Компания занимается торговлей строительно-оделочными материалами более 20 лет. Все для стройки и ремонта в одном месте – дизайн-студия, индивидуальное сопровождение клиентов – ключевые особенности предприятия. «Инком» стал крупным инвестором в экономику региона, реализуя новые проекты и создавая более 350 рабочих мест. У нас есть такие бизнесы, которые успешно работают, развиваются, устремлены в будущее, готовы инвестировать дальше в нашу республику, свой бизнес. А этот бизнес направлен на удовлетворение интересов людей. В этом году начата реализация инвестиционного проекта «Реконструкция заброшенного Чуваксарского хладокомбината». 14,5 тысяч квадратных метров территории и более 12 тысяч квадратных метров коммерческих площадей превратятся в современный торговый центр. Дополнительно появятся складские комплексы площадью 5 тысяч квадратных метров. Дизайн интерьера в торговле строительно-оделочными материалами, мебелью, бытовой техникой, текстилем и многим другим. Все под одной крышей и доступно каждому жителю республики. Такая устремленность инкома мне очень нравится. Я считаю, что абсолютно правильно. Они на верном пути. Инком собирается вкладывать именно в нашу республику, в город Чебаксары. Соответственно, это будет способствовать и развитию экономики города, Чувашии, и одновременно пополнению бюджета, за счет которого республика сможет финансировать разные социальные проекты. Наталья Аксаков отметил, власти создают все условия для развития бизнеса. Программ достаточно много. В них надо просто участвовать, заявляться. И республика точно будет очень серьезно поддерживать тех, кто инвестирует в экономику нашей родной Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова